Привет, зритель! Полезные советы, лайфхаки на одном канале. Ну что же, поехали! Кухня – это то место, где хозяйки проводят много времени. Приготовить еду и накормить семью – пол дела. Не меньше сил уходит на то, чтобы привести все в порядок, вычистить и вымыть. Многие домохозяйки, чтобы облегчить процесс и добиться лучшего результата, используют современные моющие средства. Но есть и те, кто отдает предпочтение бабушкиным методам. Например, насыпает муку в раковину и получает такой же отличный результат. На первый взгляд, идея засыпать раковину мукой выглядит нелепой, но способ этот действует безотказно даже в тех случаях, когда раковина выглядит грязной и затертой. Чтобы привести раковину в порядок, нужно освободить ее от посуды и вымыть с уксусным или содовым раствором. Для этого уксус или сода смешивается с водой. Следующий шаг – вытереть насухо. Для этой цели подойдет кухонное полотенце или плотная салфетка. Запомните, что мукой можно посыпать только идеально сухую раковину, иначе результата не удастся добиться. А теперь самое время щедро посыпать бортики и дно раковины мукой. Понадобится четверть стакана или даже чуть больше. Сухим полотенцем или бумажной салфеткой нужно отполировать нержавейку, да так, чтобы сталь заблестела. Разотрите муку энергично, а после уберите ненужные остатки. Готово! Повторять такую чистку раковины можно по мере надобности. Этот способ гораздо лучше бытовой химии и подойдет в первую очередь тем, кто страдает от аллергии. Натуральные вещества нейтральны и не наносят вред организму. Кстати, чистка мукой подойдет для всех изделий из нержавейки. Так можно чистить и варочную поверхность, и кухонную утварь, в том числе кастрюли, чайники и прочее. Почему важно убирать постоянно не только раковину, но и кухню? Этому есть три основных причины. Кухня – это место для сборов с членами семьи, друзьями и родственниками. Сюда постоянно приходят люди, поэтому грязь, пыль и мусор появляются быстрее. Помещение для кулинарных подвигов. В процессе приготовления пищи постоянно что-то рассыпается, разливается или разбрызгивается. Зона с повышенными санитарными требованиями. В комнате создаются благоприятные условия для развития опасных микробов и бактерий. Остатки пищи – вода. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.